Привет, уважаемые друзья! Это канал Slava United, меня зовут Эмили, мы продолжаем симулировать наш виртуальный чемпионат мира для сборной России, он продолжается игрой с Алжиром. Но так как в FIFA 14 разработчики не подумали о сборной Алжира и вообще не ввели её, чёрт! Я забыл отключить этих гениальных комментаторов Джима Беглина и Джона Чемпиона, попробовать это сделать во время игры, пока вот сборная Алжира у нас выходит на товарищеский матч. Ну, на самом деле, состава же сборной Алжира я не сильно заморачивался, какие игроки были, тех я попытался сюда включить. Что касается, сборная России, ну, примерно какой-то состав получился. Конечно, игроки совершенно не похожи на себя, и наши алжирцы, видимо, разработчикам из Канами вообще неизвестны. Но, должен сказать, что в PES на тот, вот, в Асибире, например, более не похож. Сустав, видите, на своих экранах, и я ещё раз говорю, я не эксперт по Алжиру, да, какие игроки были, какие играли на чемпионате мира, и тех я попытался поставить. Ну, то есть, так будет на самом деле или нет, вот сейчас Бельгия, где мы угадали на 100% стартовый состав, вот в этот раз я сомневаюсь. Что касается, сборная России, ну, логично было бы, некоторые игроки, кстати, в PES отсутствуют, поэтому не удивляйтесь, что там на скамейке запасных есть Быстров, есть Алексей Березуцкий и так далее. Ну, вот, видите, мяч на центре, и это значит, что можно начинать. Но, перед тем, как мы начнём, я предлагаю выключить, да, да, товарища Джона Чемпиона и Джима Беглина, потому что вы будете просто мешать, и, пожалуй, я лучше, чем Джон Чемпион. Ну, поклонники Джона Чемпиона не огорчаются, вы всегда можете включить и послушать его, но я думаю, что этим вы любите заниматься в свободное время. Ну, между тем, Самедов очень уверенно сыграл головой и скинул мяч Кокорину, я специально выпустил Кокорина, потому что из логики Трифа Белокапелло, именно Кокорин, вы можете играть. То есть, распиаренный игрок, вот Камбаров хорошо отнял, не пример тому, как он играл против Мертенса в матче с Бельгией реальным, там вообще просто, просто у меня стыдно было смотреть на Камбарова, то есть, как его раздевали, а? Манди, от Манди, от мяча Самедова и Бухера, Джабул. Ну, смотрите, какая этикетка, а? Потом Алжир. На самом деле, у сборной России хорошие шансы обыграть Алжир, а там уж бельгийцы, я думаю, свое дело с корейцами сделают. От наших многое зависит, Кокорин мяч не добирается, Мбали первый. Первый на этом мяче отдаёт Мустафе. Мустафа сыграл у нас Лимонин, там Денисов, видимо, не опередил его, ставлю, 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 ставлю Денисова, хотя вот в Дон Фабио наверняка выпустит снова Глушакова. Глушакова, который устает, и было видно, что в концовке предыдущего матча с Лимонин опасно Акинфеев выручает! Нет! Просто мертвейший мяч, провалился оборона, и Игорь Акинфеев с ближнего угла мяч воуживает. Да, друзья мои, я забыл, о чем говорил до этого, ну да ладно. А, ну да, Глушаков устал, Глушаков устал, и явно ему требовалась замена, уже минуты так с 80-й точно, но Дон Фабио его не заменил, он выпустил на 89-й мяч кержанты, конечно. Лучше способ переломить фото игры. Жирков неожиданно получает мяч, Юрий Жирков, ух ты как, это офсайт. Можно не радоваться Файзулину, можно не радоваться, нет. Судья сказал остановить игру, Файзулин схватился за голову, да. Офсайт был явный, конечно, конечно. Здесь уже игроки Алжира в эпизоде не участвовали, ну и голкипер тоже. В общем-то, решил мяча тут не ловить. Игнашевич, хорошо, он от Загойла. Алан у меня в стартовом составе будет, так на самом деле я не знаю, мы тоже стараемся угадать со стартовым составом. Миджани против него Самедов. Хорошо, Самедов прессингует на первых минутах. Бухера, фамилия, знаете, такая очень Бухера, колоритная, явно не Алжирская. Наш человек, да и Мандит уже, в принципе, при желании может, может в России прижиться. И Ещенко выбрасывает на Файзулина. Ну, Ещенко ставим, потому как Козлов в прошлом матче получил какое-то повреждение. И, скорее всего, именно Ещенко будет играть. Но, если повреждение там было такое, знаете, не очень серьезное, я думаю, что Козлову, вот, Дон Фабио, хотя, кто его знает, этого Дона Фабио, он может Канунникова на ворота поставить. И мы все будем, скажем так, вот, ртом смотреть этот матч. Как вот в подкасте «Бубновый футбол» мы говорили, да, Ладыгина. Можно поставить на падение, пусть думают, что у нас Агуэра играет. И это будет неплохой вариант. 0-0, 0-0 после первого тайма в Пес можно играть в матч только 10 минут и 5 минут. Ну, там больше еще есть, но, знаете, нет такого типа, можно 6 поставить там. То есть, пока что, пока что сборная России без голов. Ну, я оставлю специально 5 минут, потому что Капелловский футбол, он такой. Наша сборная явно не будет там по 5 голов забивать за тайм. Так что для реалистичности мы сыграем 5 минутки. После первой 5 минутки 0-0. Сборная России пытается со второго тайма взять мяч под контроль. Ещенко, Самедов, ну, медленно, Самедов падает назад на Ещенко, Ещенко, Самедов. Сейчас Самедов развернется, я думаю, нет, знаете, неплохо так Самедов пинтит. В реальной жизни он так не умеет, и в реальной жизни у него и прическа другая. Самедов обошел соперника! Подавать надо! Бодача пошла, но это нет. Хотя, знаете ли, такие мячи иногда залетают. Правда, закручивать надо было в другую сторону. Василий Березуцкий, Файзулин. Сборная России пытается развить еще одну атаку Дмитрий Камбаров, но назад. Все назад идет пока Березуцкий. Василий Березуцкий, Ещенко. Самедов. Самедов сегодня обыгрывает, просто-просто бог на своем фланге, да? Файзулин. Кокорин. Уровень сложности самый последний. Звезда футбола или как он здесь называется? Легенда футбола, не помню. Джабу. Ну, Ещенко остановил Джабу, Денисов, Самедов. И вот сборная России очень опасно атаку проводит. Файзулин, штрафной удар! Какой удар в падении удается Файзулину! О, офсайта здесь точно не было, ну, ну, как можно было так пробить, а? Реализм. Привет, Джин Сокер. Вы такие удары видели вообще? Ну, видимо, нет. Ну и ладно. Файзулин подает. Подача на Василия Березуцкого. Но Василий даже не прыгнул. Даже не дрогнул, скажут патриоты. Ещенко. Джабу против него. Ещенко обыграл Джабу. Ну, куда ж, куда ж, куда ж ты сыграл Ещенко-то? В штрафной же там никого нет. И умудрились Денисов с Файзулиным проиграть борьбу одному сопернику. Правда? Алжирцы тоже ничего извлечь. Не могут полезного. Джабу. Брэйми. Джабу. Алжир идет вперед. Манди. Манди. Это не призыв к действию. Это просто фамилия. Самедов. Кокорин. Ну вот. А, возможно, она из последних атак сборной России. Но нет. Нет. К сожалению. Кокорин тоже до бича не добрался. Мустафан. Заброс. Есть Игнашевич. Хорошо. Вот Загоев. Денисов. Сборная России переходит в нападение. Но как-то медленно. Какие-то вот шаги назад есть в этом нападении. Ещенко. Ну, может быть, сейчас получится. Ещенко на Самедова. Самедов. Обыграть сегодня Алжир нужно не просто обыграть. Нужно крупно это сделать. Кокорин. А, ха-ха. Кокорин. Кокорин. Ну, в этом... На этом чемпионате мира ни одного полезного действия. Ну, будет справедливо, если Киржаков появится в стартом составе. Конечно. Но. Капелла верит в Кокорина. Кто знает. Что нам преподнесет Александр. Ну, похоже, все. Матч закончен. Да, действительно. 0-0. По версии Pro Evolution Soccer. Ну, возможно, потому что мы сыграли тайм всего лишь 5 минут. Команды так и не смогли забить. Но, кто знает, с Капеллским футболом сможет ли сборная России показать достойный результат. Ничья нашу команду не устраивает. Нужно только побеждать. И при этом бельгийцы также должны отбирать очки у Кореи. А мы должны побеждать на Алжир в любом случае крупнее, чем Корея победит Бельгию. Ну, если, конечно, такое случится. Я надеюсь, что этот матч для нашей сборной в реальности будет не последним. Надеюсь, что виртуальность мы еще увидим. И надеюсь, что хоть чуть-чуть эта симуляция вам понравилась. Несмотря даже на счет. Вечером смотрим футбол. Спасибо за просмотр этого видео. Удачи вам и до свидания.